Здоровая корневая это залог успеха к тому, что ваша орхидея в скором времени зацветет. Многие до сих пор правда не в доимении, почему нужно стимулировать орхидею к буйному росту корневой системы. На самом деле все взаимосвязано. Раститель организм так устроен, что если будет здоровая, сильная, мощная корневая система, то обязательно такое растение в скором времени вас порадует новым цветоносом. Как полагалось и чего действительно стоило ожидать, это появление вот такого вот нового роста. Плюс ко всему, я думаю, со мной будут все согласны, не будут спорить о том, что чем сильнее корневая система, то тем новопоивающиеся носа будут крепче, они будут длиннее, севизей будет намного больше, то есть цветов будет по количеству не 5, а намного больше, 10-15, то есть появятся настоящие грозди новых цветов. Поэтому, если вы до сих пор не нашли ответственности на вопрос, зачем орхидеи могущие на корне, то вот вам первая подсказка. Потому что именно такое растение готово и склонно к тому, чтобы процвести не просто для калочки, а так, чтобы действительно по-белому на завистью соседям. Хочу также в качестве доказательства показать вторую орхидею, которая тоже пустила уже новый цветонос, по той системе, что я приверженец влажного метода режима содержания орхидеи. И, как оказалось, на самом деле на практике именно такие орхидеи легче всего, проще всего заставить уговорить цвести. Потому что, когда мы, условно говоря, устраиваем для них метод просушки, то есть мы его в практике реализуем таким образом, что та вода, которая сначала была за границу, заходила на корни, потом мы не доливаем воду спустя время. То есть она не касается вода корня и постепенно-постепенно начинает испаряться. То есть мы таким образом имутируем действительно условия засухи. Как вы сами понимаете, именно такие условия, которые лояльны, которые не допускают пересушивания корней, но при этом влияют на то, что растение понимает, что наступает период засухи, то есть наступают такие условия смены, когда действительно нужно устроить не стресс в буквальном понимании, чистом понимании этого слова, в прямом понимании, а именно какой-то такой смена обстановки, которая заставляет именно за счет выработки большего количества углекислого газа повлиять на зарождение новых клеток именно цветоноса. Именно поэтому на основании всего вышеизложенного я сегодня хочу уделить внимание этому участку вопроса и поговорить побольше с вами на тему, как так поливать, чтобы в первую очередь не закупить корни от залива или засухи, потому что когда мы именно стараемся соответствовать этому правилу, чтобы сделать небольшую просушку своему растению, встряску, то иногда новички особенно допускают такую ошибку распространенную, что засушивают, пересушивают корневую. Как сами понимаете, от этого только пострадает растение и, конечно же, потеряет турков впоследствии. Поэтому в погоне за королевскими желанными заветными цитоносами мы не должны забывать о приоритетах. Корни всегда были есть и будут на первом месте. Они действительно располагают орхидею, готовят ее к здоровому цветению. То есть к тому цветению, которое будет качественным, длительным и, конечно же, таким вот завидным. Для того, чтобы вода могла прослужить дольше орхидея, она должна быть, конечно, соответствовать таким критериям, как мягкость и питательность. Поэтому мягкость мы можем с вами организовать благодаря использованию таких кислот, как лимонная кислота в первую очередь, потом аскорбиновая, борная, янтарная. То есть те кислоты, которые помогают еще усиливать состав воды. Такая вода, она будет обогащена витаминами, минералами, аминокислотами. То есть тем, что может провоцировать, конечно же, усиленный фотосинтез, усиливает все процессы, которые происходят на межклеточном уровне, метаболизм растения. То есть это, правда, зависит от этого растения в здоровом состоянии. И, конечно же, потом такая корневая – это будет абсолютная реальность для всех и каждого. Такие корни, как пример, хочется показывать бесконечно, потому что это прямое тому доказательство, что можно стимулировать растения к цветению с использованием метода просушки, который должен быть постепенным. То есть вы должны обязательно выделить заблаговременно для этого необходимое количество времени. То есть вы должны понимать, что просушка, она будет постепенной благодаря тем условиям, которые окружают ваши орхидеи сейчас в неотапливаемый период времени, когда еще период межсезонья, когда еще не включили радиаторы отопления. И это, кстати, нам очень сильно на руку, потому что ночью температура сильно опускается. Мы можем оставить на микропроветривание, и тем самым мы создадим такие условия, которые нам обеспечат разницу температур. Как вы знаете, это тот критерий, который тоже помогает для того, чтобы была закладка новых цитоносов. Потом мы можем наблюдать уже впоследствии, спустя время, эти новые цитоносы в пазухах. Самое главное, вот сейчас, благодаря тому, что наступает прохлада, как раз-таки поливы можно спокойно сократить, то есть сделать их менее регулярными, и это будет абсолютно нормально перенесено растением, потому что, как я уже сказала, условия прохлады, они уменьшают количество испарения влаги. И поэтому растение абсолютно спокойно не нуждается в таком большом избытке воды, как, к примеру, это у него было в жару. То есть сейчас можно абсолютно спокойно обходиться без полива. Можно добавлять воду на дно горшка, но обязательно уже здесь мы не затрагиваем нижнюю часть, потому что по веламену вода будет распространяться, как фитиль, и такой орхидей будет постоянно напитана водой. Мы сейчас немножечко ее, скажем так, воссоздаем условия жажды, чтобы она вот захотела пить, и тем самым поняла, что сосуха все-таки наступила. Как это не парадоксально звучит, но именно такие условия, когда вода на дне горшка находится только, и орхидея пытается дотянуться до нее, вот провоцирует, стимулирует появление вот таких вот нижних корней, которые пытаются дотянуться, опуститься в нее, в эту воду и напитаться. Такого избегать нет необходимости. Если орхидея так дотягивается, если она сама решила поступить таким образом и вырастить, дорастить корни, чтобы стоять в этой воде, то пускай будет так, как ей заблагорассудилось. Самое главное, чтобы все-таки вода там оставалась, чтобы повышала эта влажность и как-то сглаживала острые углы периода просушки. И тем не менее, все равно, если просмотреть горшок, то можно заметить, что там все-таки корни серебристого окраса, это значит, что они не переуложненные. Вообще, стоит признать одну простую истину, что наши орхидеи, они очень по-разному индивидуально реагируют на смену условий содержания домашних. То есть сейчас наступает осень, сентябрь, уже завершающий период сентября, то есть октябрь на носу, когда действительно придет то время, когда мы включим радиаторы отопления и будет действительно скачок температур. Но, кстати, тогда будет сложнее нам соблюдать правила метода разницы температур, потому что радиаторы отопления и днем, и ночью работают в своем прежнем режиме, и такого вот немножечко прохлады будет ощутимо допустить сложнее, потому что разве что открывать окно почаще на проветривание, чтобы листья охлаждались и тем самым чувствовали на себе какую-то прохладу некую. Но, опять-таки, вы должны понимать, что это все очень условно, лояльно и щадяще работает, то есть нет смысла устраивать стрессы своему растению, от которого оно только пострадает, оно только потеряет свое здоровье, и вы потом просто замучаетесь его реанимировать. Нужно все делать постепенно, аккуратно, и только тогда ваше растение сможет абсолютно спокойно, привыкшим, адаптированным состоянием принять на себя новые какие-то уже условия. Поэтому сейчас акцент на калино-фосфорные удобрения не сугубо, не моно, как я уже сказала, но при этом также не забываем о все-таки таком щадящем поливе, то есть так, чтобы удовлетворить потребность в питье орхидеи, чтобы не пересушить корни, но при этом сильно ее не избаловать водой. В какой-то степени мы сейчас можем себе позволить отдохнуть от постоянных поливов в эту жару, когда нам приходилось поливать очень изрядно, постоянно. Сейчас можно действительно сделать передышку, и это пойдет только на пользу растениям. То есть, конечно же, такой результат нас устраивает больше всего. Здоровая корневая – это не миф, это реальность. Можно держать в здоровом состоянии корни орхидеи, даже не пересаженных. Можно их абсолютно спокойно, в таком же уровне, как и орхидеи пересажены, стимулировать цветение, готовить их правильно к цветению, такими вот аккуратными, постепенными введением просушки. И абсолютно растение будет готовым к тому, чтобы в свое время пережить это условие а-ля засухи, и, конечно же, запустить цикл на запуск, на зарождение новых стеносов. Можно заметить, что есть конденсат, то есть растение абсолютно хватает влаги внутри горшка, и при этом корни остаются серебристыми. Можно добавлять снизу, что я и сделала. То есть, это мне за счет постепенного испарения влаги самого создать условия природы, где мы можем потом обеспечить условия для закладки цветоноса.